привет друзья что пришла очередь поменять аськи наполнитель вот я открыла этот мешок который я притащила с озона смотрите какой он по виду большинство каких-то беленьких кусочков какие-то желтоватые есть не знаю даже что это такое желтоватая непонятно синеньких мало прозрачных мало в основном что-то такое вот белое смотрите вот такое матовая не знаю впитывает она не впитывает что из этого впитывает что из этого говно вообще непонятно кита желтоватые такое чувство что уже использованы ой блин ужас какой-то и вот смотрите остатки старого наполнителя ну надо где-то сбоку обязательно положить чтобы ася по запаху определила что-то и лоток но он чистенький я его перебрала вот но на него кстати похож только синих нету здесь у меня не было ну и тоже белые вон какие-то есть вкрапления и белые прозрачные ну сейчас насыплю посмотрим будем проверять как она впитывает не впитывает что за чудо что за зверь так что сейчас насыплю покажу вам так ну все насыпала новые в одну сторону специально не смешивала старый тут чуть-чуть сбоку чтоб она только понимала что это ее все богатство все оставлю его на место и будем периодически проверять буду вам показывать если он будет ничего не впитывать это будет знаете как происходить вот она сходила например здесь вот ее любимое место с этой стороны все 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 сходила закопала засыпала я там разравниваю лопаточка специально у меня есть такая подравниваю все чтобы было опять все ровненько чтобы ей можно было копать чтобы она не вырвала его из лотка на пол и если он впитывает то впитывает а если не впитывает то значит разгребаем это все и внизу просто мокрый ком такой лежит мокрый 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 вот это так происходит но я не сильно расстроюсь есть еще там какой-то другой более дорогой наверное тут может быть будет лучше непонятно будет не будет но по крайней мере это дешевле чем я покупала здесь в шкатулке шкатулке оплатила 70 рублей ой 70 17 рублей там с копейками за 3 и 8 литров здесь же написано 20 литров ну что-то саша на решу на 20 литров не похоже ну может и не 20 но 8 килограмм то точно есть а там-то вообще мало 17 рублей а здесь я заплатила будем считать ладно за 20 литров там грубо за 4 4 это 5 раз по 17 я бы заплатила 50 85 рублей если бы купила 20 литров а тут я заплатила 34 рубля по моему вот так что все равно это дешевле даже если это будет не очень хороший мы посмотрим что заранее говорить а вдруг окажется хорошим все достала свои цветочки из окромов капусты какие надо посеять на рассаду в теплицу это свои семена здесь какие-то есть и все пойду в теплицу сейчас покажу что еще вместе со мной пойдет достала вон шкарлупу чтобы не забыть про кофемолить и и вот какое богатство пойдет в теплицу это два томатика санька золотой на ранний урожай низкорослые такие это вроде комнатный не знаю чего его не подписала но он уже набирает цвет наверно комнатный один высажу тоже в теплицу а там еще осталось два наверное не знаю может какие вёдра или куда дома уже точно их сажать не буду потому что слишком поздно их посадила так земляника пойдет теплицу пекинская капуста в теплицу завтра наверно на высадку пусть переночует адаптируется вот этот лук который пораньше посажен тоже в теплицу вот эта травичка лагурус это сянется тоже в теплицу ранняя капуста тоже в теплицу а потом на высадку грядку пойдет вот какие у меня тут планы но первое что я буду делать это уберу хризантемы надо будет земли естественно подбавить хризантемы выкопаются и потом начну уже там сеять ну хризантем естественно надо же куда-то посадить сначала так что планы большие но что сегодня себя не очень-то чувствую сильно хорошо как это все у меня получится не знаю вот пока планирую такое на день работу пойду спрашиваю да сколько ей надо хризантем и буду работать ой забыла что вам показать посмотрите еще больше растело в бальзаминов посмотрите какая красота прям такой цвет насыщенный красивый просто обалденный представляю как он разрастется каким огромным огромным кустом если все будет хорошо это будет обалденная штука просто я все их высадила хоть мне как бы я подумала столько много не надо но они были пограничного срока годности то есть вот до этого прям года боялась оставлять но все сколько их там было 4 семечки все четыре зашли по моему 4 было и что у меня еще вот не нравится чуха моя смотрите три вылезли только живон как быстро растут а эти вообще нету признаков жизни не знаю в чем причина свои семена выбрала самые хорошие зернышки эти почему-то не вылазит не знаю эти быстро очень быстро вылезли один уже который самый первый видите как подрос а больше нету почему-то еще подожду до завтра там посмотрю начну чуть-чуть под раскопаю гляну что там происходит и может другие посажу даже не знаю все пошла на работы гляньте теплицы 40 жарище хотя я форточку открыла давным-давно но было еще прохладненько на улице сейчас уже открыла дверь полностью как жарко сюда не зайти надо открыть форточку проветриться а потом закрыть потому что чтобы меня тут не просквозила все буду копать хризантемы пошла сходила к люди люди скал по одной по одной ну да у нее там нету места куда сажать так что сейчас буду выкапывать разделять люди по одной остальное все мне воду дом ромашка сколько мне много так четыре сорта разного цвета только я забыла какой цвет у меня не был розовый коричневый малиновый и наверное все таки желтый помпончиковый наверно сюда приперла не помню точно короче работы непочатый край сейчас проветрю и буду копать что друзья смотрите начала рассаживать вот сюда свою хризантемку он рядочек посадила между цветами это подцветает а потом будут хризантемы они сразу очень сильно вянут их надо обильно поливать обязательно потому что оторваны от корня из теплицы сюда поэтому надо поливать утром и вечером но она мне только не забыть что надо это дело часть их вот хорошенько провела заодно тут все подпалываю естественно уже пошло где какая мелкая травка где какое что сейчас буду второй рядочек другого цвета это будет одного цвета сейчас уже не помню какие там какие потом посмотрю найду видео короче это одного цвета потом вот здесь вот между лилейниками и ирисами посажу еще рядочек другого цвета здесь оставлены другие однолетники переберусь куда-нибудь другое место нашла вчера свою банку с которой очень удобно поливать и на не надо тягать большую лейку видите такая пинпочка что-то продавалась может какая жидкость омывающая и что для автомобилей вот такая штучка и очень даже поливать удобно меня-то как бы земли полно но особо ж никуда еще не высадишь где грязь болото туда же не посадишь по ходу мое обливание тоже накрылась медным тазом моя самая преданная любимая подписчица написала что у кого высокое давление нельзя у кого повышается нагрузка на сосуды сразу повышается давление еще больше действительно я почитала вроде как пишут что нельзя увлекаться таким делом мне уже так что-то хочется так я настроилась но не знаю может кто-то есть близко к медицине и тоже что-нибудь об этом знает напишите пойду дальше следующий сорт откапывать вот эти походу в конце будут два одинаковых потому что они даже посадите очень даже похожие одинаковые по виду на одного даже цвета я вспомнила что желтые помпонные я сюда не садила потому что они были всех тлех никак она не смывалась так что вот сейчас буду вот этот сорт этот уже откапывала люди давала друзья обалдеете сознание не потеряла посмотрите копала вот здесь вот лунку для хризантемы и смотрите что откопала гляньте кто-то явно колдует что-то в моем огороде посмотрите что делается колбаса гляньте колбаса я в шоке никогда в жизни во первых такую колбасу глаза не видела не покупала и чтоб закопать колбасу в огороде это капец вообще я в полном шоке гляньте ну реально колбаса я думаю штуку белая что за пленка гляньте колбаса еще главное что ну как бы не воняет особо то есть не такая испорчена свежая свежая недавно кто-то закопал а кто мог закопать у меня в огороде колбасу люди что делается ой у меня аж жарки но аж поплохело что делать кто знает что с этим делать надо кошмар что друзья еще рядочек высадила полила вот там вот кусочек ясколки посадила по дороге шла с тяпкой там решила подрыхлить и кусочек оторвал все это я сюда и посадила еще надо белого арабиса сюда тоже как-то подсадить а то один розовый здесь что я вам хочу сказать человеку кто это сделал какая сволочь прости меня господи чтобы это все что-то задумал все на тебя перешло никогда ничего не желаю плохого людям даже плохим людям но такая ситуация что просто у меня закипел мозг от этого всего пошла люду позвала людо было в шоке сказала да чтоб какая-то там собака лифту за закопал какое-то животное так и было бы яма вырыта то все утоптано затоптано все я даже не подумала какие-то да тут никаких следов и не было все же дожди идут дай дожди идут земля утоптанная все короче я в шоке пойду домой чего-нибудь это самая виде капель себе накапают не знаю короче чувствую сегодня все мои работы рухнули настроение полный ноль вы сами понимаете я уже боялась дальше копать ну пока ничего не откопала но еще не вечер как говорится вот так случайно делала лунку для хризантемы и выкопала такую дрянь не выкопала чтобы было никто не знает в общем это что-то ужасное вы верите друзья какие-то такие забабоны это принципе не сильно верю но когда случается это вот так вот так вот то как-то начинает что-то как-то напрягать я бы сказала сказать что я расстроилась это ничего не сказать расстроилась и вообще ужасно расстроилась так перебралась сюда но тут очень мокро 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 но все равно сажать же надо хризантемки такие малиновые перемешку вот такие цветочки юда мне дала может узнать как называются они цветут такими синенькими колючечками и можно потом на сухие букеты да не знает как я не знаю как я у нее видела вот она мне принесла вот я их тут так перемешку посадила эти будут высокие синенькие хризантемки пониже и будет красиво синенькая с малиновым я думаю здесь невозможно ни траву вырывать не это самое самое очень мокро за лопатой тянется вон видите сколько ком земли очень тяжко я тоже посмотрела прогноз на михинг в конце апреля уже заморозки написано о господи а я то думала менет в этом году ну еще могут не угадать но скорее всего что будут так пойду наверное там на ту сторону пойду попробую вот эту траву выбрать такую вот большую от соседей которая прилезла это же невозможно смотрите какая ком прямо такой там и там здоровье его наверное тут уже и не убрать и не прибрать надо пойти попробовать так что еще может тянется и земля пока мокрая так ну что ой вспотела вся взбокрела все на той стороне все выбрала вырвала вот смотрите какая куча хай обсохнет земля тогда куда-нибудь выброшу эту траву пока хай лежит обсыхая но мокрые эти купины не поднять не обтряхти сейчас надо на своей стороне убрать всю эту траву которая влезла сюда и навести тут порядочек думаю устала сегодня уже все ни про какие посевы и гляньте где солнце уже солнце практически уже вон на закате я все рою ой как крот то там то там то там фух уж нет лука кустик откопала пошла люди там присадила Люда ж на работу поехала я и забыла совсем я думаю я все ей предлагала предлагала она все не что не пойму хотела не хотела это ж вот золотое дно сейчас вот режь и объедайся я развела с одного маленького кустика посмотрите ки плантации о тут куст тут куст там целая грядка сидит там даже я убрала у меня в цветнике кое где был даже поубирала мне уже столько его и не съесть так что сейчас вот здесь наверно наведу порядок и все пройду домой потому что уже не чувствую ни рук ни ног ни головы ни спины задолбалась я еще наверное пару хризантем пойду вон туда присажу еще вон на эту клумбочку вдоль забора вдоль забора там у меня ничего такого не расти и потом вечно думаю что там присадить какое а сейчас вон хризантема красажу рядок тут на солнышке как раз им тут будет хорошо классно я придумала правда а тут останется место на однолетнике чтобы было красиво постоянно хрен надо вырыть выкопать короче все надо 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 слышите все растаял воробьев что-то за что-то дерутся на груши ведь так уже пищали все поразлетались все военные дела закончились военные действия и ладно дерутся бьются там что это уже не поделили не знаю ладно решила еще сюда пару хризантем рассадить и тогда уже пойду домой еще надо приготовить что-то себе на ужин наверное вкусненькая а то одни стрессы одни стрессы так что у нас здесь все здесь вычистила все дубанчики лопухи хренахи все 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 получищала надо вот рассадить вот эту штучку не знаю как она называется таким желтеньким цветет красивеньким видите она как бы многолетняя но те пропадают а новенькие вылезают надо их немножко тут рассадить у меня тут кучка их нарисовалась вон там еще кучка ну так вот где-то кучками тоже рассадить они красиво желтеньким таким цветут ну все есть какие-то хризантемы которые пережили наверное простые может желтые какие не помню ну хай сидят посмотрим что из них тут будет тут вылезли вот эти вот лилии такие наверное желтые ну которые нос пачкают пачканосы мы говорили на них детстве наверное это они здесь вылезли ну все потихоньку можно тут тоже откопать рядочек чтобы просыхал и сюда тоже посадить и завтра уже все убрать вот эти вот сухие а то новые растут и сухие сидят боже боже никак руки не доходят у меня ну никак еще меня напрягает вон трава как растет а этот триммер живой не работает ой забыла Люду спросить куда она возила свой в ремонт надо спросить завтра не забыть смотрите эту смородинку что я из болота достала гляньте как она тут хорошо из болота в болото и вон даже новые из земли пускает надеюсь тут до нее не доберутся а потом закопляю муравьи пока что такая хорошенькая хай сидит а там видно будет может куда-то сажу а может будет сидеть не знаю посмотрю ладно пойду еще пару хризантем там посажу и буду собираться уже домой решила все таки немного налить воды в бочку на всякий случай дружа рабдит неимоверная и достала бочку сейчас ее обмою и налью воды а то все бегаю с этой бутылкой за водой к рану даже вообще смешно а так набрала из бочки по-быстрому и пошла правильно уже пора доставать бочку и достала уже свой этот чанчик для того чтобы бродилку поставить пойти вон крапивы где-нибудь нарвать поискать и будет красота как солнышко перестает на теплицу светить я сразу ее закрываю чтобы у нее сохранялось тепло вот такая красота немного бочку прожевала такая пролилась через верх напор хороший сейчас никто не поливает так все теперь я с водой нет проблем бегать туда-сюда пришла набрала бочки все сейчас ведерко то маленько свое поставила в теплицу сухо и греется вот смотрите один рядок хризантем здесь высадила вот такая красота сейчас уже не так жарко они уже не так может не так повянут и смотрите какой хрен выкопала два огромных каких ой толстых еще если эту кучу вырыть будет море хрена завтра вырою пока не буду домой забирать завтра вырою вымою положу наверно пока в холодильник в пакет потом сделаю хрен когда надо будет еще надо вон там под виноградом выкопать там тоже смотрите сколько хрена вылезло и вот как он так зарастает у меня вот здесь вот сидел прямо под крыльцом я его рыла рыла копала копала извела он взял здесь вылез откуда он здесь вылез ну вылез откуда то смотрите уже можно рвать молоденькие листики мятки пить чайок надо мне это и сделать вечером успокоительного чайку бахнуть на сон грядущий чтобы не переживать и не думать про какую колбасу ой ужас алена мне позвонила мама ты с ума сошла может какая собака что ты такое говоришь я говорю какая собака собака бы рыла яму там были бы какие-то следы земля раскидана там или что ну что-то в этом роде я так понимаю тут так все аккуратненько сделано что и даже не подкопаешься и ничего не заподозришь как-то странно не знаю Люда сказала кот не поволочет какая к тебе тут собака влезла фунтик бы съел никуда б закапывать не понес ой короче посмеялись посмеялись и решили что бурдом ромашка да видите хризантемы ушки опустили на такой жаре конечно пересаживать одна вон там где так сидела колбаса гляньте та сидит как ровненько вообще обалдеть мистика какая-то гляньте вот это да там где колбаса была вообще сидит стоит как солдат а эти подвяли ну ничего завтра страйк полью я думаю к вечеру поднимутся я здесь еще вон виолки рассадила вот так вот в этот самый а вот эти розовые они долго будут расти потом не успеют зацвести я их наверное уберу а рассажу те которые из теплицы сюда потому что этих ждать от них толку долго толку не будет наверное так сейчас посмотрим там хризантемы в тенечке тоже повяли да тоже повяли ну ничего страшного я думаю выживут как-нибудь думаю как-нибудь выживут ой здесь какая красота у меня правда вообще обалдеть и вон туда еще хризантемы посажу завтра обрежу лаванду здесь уже все продрапаю процерапаю прошу еду видите как пошла травка тоже уже расти поэтому надо с тяпкой ходить и ходить как только запустишь уже не упалишься вот здесь я все продрапала видите все где какая большая трава выбрала все здесь у меня красота на этом участке просто супер красота я бы сказала вот потом надо заделать вот эти углы раз я решила ее ставить вот так же заделать как я там заделала вон кирпичами сгнили эти столбики ну еще простоит думаю это грядочка годик как-нибудь а вот здесь на солнышке посмотрите арабиск какой на солнышке который до вечера а какой яркий красивый смотрите дождя уже не было все просохло и такое все сочное просто обалдеть все друзья я домой отдыхать а вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока 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 пока